Здоровья, дорогие братья и сестры! Сегодня у нас 21 ноября 2024 года, и я продолжу знакомить вас с ежедневными новостями из Германии. Несколько новостей из издания schwarzwalderbott.de Итак, как вы знаете раньше уже о том, что произошла диверсия, и на оптоволоконном кабеле, который шел из Германии в Финляндию, и он был оборван. И вот сейчас установлено китайское грузовое судно по подозрению в диверсии. Об этом пишет Зудайчис, а schwarzwalderbott и PEN-3 подозреваются в диверсии. Подводный кабель C-Leon был проложен в 2015 году судном-монтажником Илли-де-Бреха, а сейчас считается, что оно было и либо якорем повреждено. Китайское грузовое судно IPN-3 находится под наблюдением в полосе отданий и остановилось. Экипаж подозревается в ответственности за повреждение двух подводных кабелей. Повреждение двух важных подводных кабелей в Балтийском море в течение 48 часов вызвало подозрение в диверсии. Подобный инцидент сразу вызывает подозрение, что ущерб причиняется намеренно, объяснили федеральный министр иностранных дел Анналена Абербок от партии «Зеленых» и ее финская коллега Элина Валтанин. В то же время в Киеве наблюдаются признаки эскалации ситуации. Там были эвакуированы несколько западных посольств. Ранее сообщалось о повреждении как телекоммуникационного кабеля между Германией и Финляндией, так и аналогичного кабеля между Швецией и Литвой. Остановлено китайское грузовое судно. Министр гражданской обороны Швеции Карл Оскар Болин сообщил телеканалу ТВ4, что шведские вооруженные силы и береговая охрана благодаря знанию морской ситуации определили движение кораблей, которые соответствовали во времени и пространстве, произошедшим обрывам. Финские и шведские СМИ сообщили, что китайское судно Айпен-3 покинуло Балтийское море рано утром во вторник. К северу и потом китайское грузовое судно было остановлено в поясе патрульным катером ВМС Дании. Первоначально оставалось неясным, было ли грузовое судно задержано датчанами или остановлено по другой причине. Командование обороны Дании первоначально не прокомментировало это по запросу ДПА, но подтвердило на онлайн-платформе ИК, что оно присутствует в окрестностях ИПН-3. И без всяких комментариев. Китайское грузовое судно под подозрением. ИПН-3 отправился в Усть-Луги в России. Несколько дней назад и указал египетский порт Саид в качестве порта назначения. Власти Германии не пожелали комментировать ситуацию и сослались на расследование Финляндии и Швеции. Официальные расследования предполагаемого саботажа были начаты как Финляндии, так и Швеции. Подобный ущерб не произошел бы в этих водах без внешнего воздействия, заявил представитель финской технологической группы Цинья. Следователи могут подняться на борт ИПН-3, чтобы провести расследование и идентифицировать экипаж. В любом случае Дания имеет право сделать это в пределах своей экономической зоны. Ранее компания объявила, что подводный кабель между Германией и Финляндией был перерезан по неизвестным причинам. Дефект кабеля был обнаружен в понедельник. Из-за повреждений предоставление услуг по кабелю было прервано. Оптоволоконный кабель длиной 1172 км передает данные между Хельсинки и Ростоком с 2016 года. Дефект кабеля был обнаружен в шведских водах к югу от шведского острова Оланд. Это не могут быть просто совпадения, заявил федеральный министр иностранных дел Бербак в Варшаве на встрече министров иностранных дел европейских стран. Она также предостерегла от попыток гибридного запугивания, сославшись на кибератаки, слежку за критической инфраструктурой и внезапным взрывом пакетов. Бербак обвинила президента России Владимира Путина в желании разделить Европу с помощью своей гибридной войны. Министр обороны Борис Писториус СДПГ ранее говорил о саботаже. «Никто не верит, что эти кабели были перерезаны по ошибке», – заявил Писториус в кулуарах встречи министров обороны ЕС в Брюсселе. «Надо полагать, не зная конкретно, от кого это исходит, что это гибридная акция», – продолжил министр. «Или диверсия. И мы также должны предположить, сами того не зная, конечно, что это диверсия». «По словам министра гражданской защиты Швеции Карла Оскара Болина, также был поврежден второй подводный кабель в Балтийском море между Швецией и Литвой. Очень важно выяснить, почему в настоящее время у нас есть два кабеля в Балтийском море, которые не работают», – заявил Болин информационному агентству AFP. Подводный кабель «Арелион». Представитель шведской телекоммуникационной группы «Телия» в Литве заявил, что поврежденным кабелем был подводный кабель «Арелион», соединяющий шведский остров Готланд и Литву. Прерывание интернета трафика было вызвано не неисправностью устройства, а материальным повреждением оптоволоконного кабеля. По словам представителя, ущерб был обнаружен утром в воскресенье. Однако отключение электроэнергии не затронуло клиентов. Интернет-трафик был перенаправлен на другие международные соединения. После того, как министра Министерства иностранных дел Германии и Финляндии первоначально выразили глубокую обеспокоенность о местном заявлении, Швеция и Литва позже прокомментировали повреждение кабеля между двумя странами. Подобные ситуации необходимо оценивать в контексте растущей угрозы со стороны России по соседству, говорится в заявлении министров обороны обеих стран, в котором также говорится о растущем количестве гибридных действий в Европе. Министр обороны Литвы Лауринас Кашунас призвал страны ЕСНО и лучшим образом использовать свою новую систему санкций против этого типа саботажа, критически важной инфраструктуры после завершения расследований. Так, еще одна новость за сегодня. Сотни учителей в Баден-Вюртенберг. Коалиция приходит к соглашению. Поскольку число студентов растет в земле Баден-Вюртенберг, Министерство культуры требует еще больше преподавательских должностей на заключительной стадии переговоров по бюджету. И теперь, наконец-то, они пришли к соглашению. Несмотря на сложную бюджетную ситуацию, в земле создаются сотни дополнительных педагогических должностей. Финансовый комитет разрешил создать еще 300 преподавательских должностей. Подтвердил член парламента штата и финансовый политик Маркус Рёслер Зелёный. Встречное финансирование должно полностью поступать от Министерства образования Терезы Шоппер Зелёной. В частности, следует сократить программу обучения «Попутный ветер». По словам Рёслера, финансового представителя партии «Зелёных», это позволит сэкономить 7,5 миллионов евро в год. В общей сложности дополнительные должности обошлись в 27 миллионов евро, сообщил Рёслер. 300 учителей будут работать в основном в начальных школах штата, а также в центрах специального образования и консультирования, и в средних школах. Министерство культуры призвало создать дополнительные преподавательские должности с учетом демографических изменений. По данным Государственного статистического управления, только в ближайшие два года в общеобразовательных школах Юго-Запада ожидается приток еще 28 тысяч участников. В предыдущем проекте бюджета правительства Винфрида Кричмана, тоже партия «Зелёных», не было запланировано никаких дополнительных преподавательских должностей. ХДС поначалу был раздражен тем, что министр образования не выдвинул требования о преподавательских должностях ранее на переговорах по бюджету. Парламент земли Баден-Вюртенберг работает над проектом бюджета на 2025-2026 года. Программа обучения с попутным ветром действует с ноября 2021 года. Цель – помочь детям и молодым людям справиться с последствиями короны и пробелами в обучении. На работу принимаются безработные учителя, пенсионеры, учителя, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком или учителя в отпуске, а также студенты-преподаватели, социальные работники и воспитатели детских садов. Парламент штата в настоящее время работает над проектом бюджета на 2025-2026 года. По данным Минфина, бюджет планируется принять 18 декабря. Согласно последней налоговой оценке, Баден-Вюртенберг придется довольствоваться в общей сложности на 1,85 млрд евро меньше за два года, чем первоначально ожидалось. По словам Рёслера, «зеленые» и «ХДС» уже договорились о концепции этого бюджета. Сюда входит в том числе использование резерва, запланированного в проекте бюджета, и сокращение средств пенсионного фонда земли. И Шварцвальдерботе открывает нам новость, когда же откроются склоны в Баден-Вюртенберге и Баварии. Любители зимних видов спорта и Штутгарта имеют на выбор многочисленные горнолыжные курорты, до которых можно легко добраться на машины. Когда же открываются наши склоны и каковы цены? Обзор зимнего сезона 24-25. С первыми снегопадами любители зимних видов спорта уже приступают к старту и с нетерпением ждут нового лыжного сезона. Из Штутгарта есть несколько крупных горнолыжных курортов в Баден-Вюртенберге и Баварии, до которых можно добраться на машине менее чем за три часа. Обзор запланированного времени работы в зимнем сезоне. Горнолыжный курорт Фельдберг-Шварцвальд-Баден-Вюртенберг Горнолыжный курорт Фельдберг в Шварцвальде предлагает 16 лыжных трасс и является крупнейшим в Баден-Вюртенберге с 30 километрами трасс. Хотя настоящий сезон на Фельдберге начнется не раньше 6 декабря, оператор, вероятно, захочет открыть склоны небольшим предложением на следующих уже выходных. Конвейерную ленту и бугельный подъемник планируют открыть в случае прогнозируемого снегопада. Ну вот снегопад уже прошел и идет. Также необходимо подготовить несколько километров трасс для лыжников. Фельдберг – один из немногих горнолыжных курортов Германии, цены на которые не выросли по сравнению с прошлым годом. Горнолыжный курорт Фельдберг – вся важная информация. Продолжительность зимнего сезона – с 6 декабря по 30 марта 2025 года, ну а также в зависимости от снежных условий. Цены на дневной билет – 42 евро для взрослых, 27 евро для детей и молодежи. Километры в трасс около 30. Продолжительность поездки на машине из Штутгарта около 2 часов. Горнолыжный курорт Тодднауберг – Шварцвальд-Баденбертенберг. На южной стороне Фельдберга находится горнолыжный курорт Тодднауберг в центре южного высокого Шварцвальда, имея 16 километров трасс. Он предлагает лишь немногим более половины дистанции Фельдберга для любителей зимних видах спорта. Горнолыжный курорт Тодднауберг также не увеличил цены по сравнению с прошлым годом. Лыжникам отделается немного дешевле, чем на Фельдберге. Горнолыжный курорт Тодднауберг – важная информация. Открывается с 1 декабря по 31 марта 2025 года будет работать. Цены на дневной билет – 37 евро для взрослого и 24 евро для подростков и детей, а также 13 евро для совсем маленьких детей. Протяженность трассы около 16 километров. Продолжительность поездки на машине из Штутгарта – 2 часа 20 минут. Горнолыжный курорт Мюнстерталь-Виден, Шварцвальд, Баден-Вюртемберг. Горнолыжный курорт Мюнстерталь-Виден в Шварцвальде предлагает лишь треть километров трасс Фельдберга. Цены на дневной билет даже ниже, чем в Тодднаузберге. Однако в Мюнстерталь-Видене молодые люди в возрасте от 15 лет и старше уже платят взрослую цену. Продолжительность сезона – со 2 декабря по 3 марта. Цены дневного билета – 30 евро для взрослых и 20 евро для детей. Протяженность трасс – около 10 километров. Продолжительность поездки на машине из Штутгарта – 2 часа 40 минут. Горнолыжный курорт Бальдершванг – Обер-Альгой, Бавария. Водителям из Штутгарта не нужно больше времени, чем горнолыжный курорт Мюнстерталь-Виден, чтобы добраться до более крупных горнолыжных курортов Обер-Альгау. Горнолыжный курорт Бальдершванг расположен в Ольгойских Альпах и значительно превосходит горнолыжные курорты Баден-Вюртемберга по количеству километров трасс. Любителям зимних видов спорта, вероятно, придется еще немного подождать, пока здесь откроются склоны. Горнолыжный курорт работает с зимнего сезона с 14 декабря по 30 марта. Цены на дневной билет – 42 евро для взрослого и 39 евро для пенсионера, 35 евро для молодежи и 20 евро для детей. Протяженность трасс около 40 километров. Продолжительность поездки на машине из Штутгарта – 2 часа 45 минут. Следующий курорт в Обер-Альгауе Бавария называется Фельхорн-Канцельванд. Горнолыжный курорт Фельхорн-Канцельванд недалеко от поселка Оберсдорф в Обер-Альгау предлагает 36 километров трасс и две длинные долинные трассы длиной 4,3 и 5,7 километра. Горы Фельхорн и Канцельванд являются частью Ольгойских Альп. Горнолыжная зона проходит вдоль немецко-австрийской границы и имеет склоны по обе стороны границы. Однако горнолыжная зона двух стран имеет свою цену. Продолжительность сезона с начала декабря до середины или конца апреля, в зависимости от снежных условий. Цена на дневной билет 65,8 евро для взрослого, 50,7 евро для молодежи и 25,8 евро для детей, ну и 14 евро для совсем маленьких детей. Дневной билет действительен для всей зоны катания Оберсдорф-Кляйн-Вальц-Церталь. Протяженность трасс около 36 километров, а продолжительность поездки на машине из Штутгарта около 2 часов 40 минут. Следующий сезон горнолыжный курорт Ханделганг-Обер-Йох, тоже в Обер-Альгау, Бавария. Горнолыжный курорт Хинделганг-Обер-Йох находится недалеко от границы с Австрией. Имея около 30 километров трасс, он находится на одном уровне с горнолыжным курортом Фельдберг. Однако лыжникам приходится платить больше за сравнительно более сложные лыжные трассы, чем в Шварцвальде. Продолжительность зимнего сезона с 13 декабря по 30 марта. Цены на дневной билет 49,8 евро на взрослого, 40,5 евро для молодежи, школьников, студентов и стажеров и 23 евро для детей. Протяженность трасс около 30 километров. А продолжительность поездки на машине Штутгарта – 2 часа 30 минут. Еще больше горнолыжных курортов готовятся к началу зимнего сезона 24-25 годов. Многие другие горнолыжные курорты в настоящее время готовятся к открытию своих горнолыжных трасс. На лыжной трассе Унтерсмат в северной части Шварцвальда люди хотят стартовать, как только выпадет первый снег. В Зейбельсекле на Шварцвальдхохштассе операторы приступят к работе в субботу, если снега выпадет на 10-15 сантиметров побольше. Люди также надеются на большое количество снега в Швабском Альбе. «Подъемники готовы, оборудование для беговых лыж есть», – сказал пресс-секретарь. Ну и у нас в районе Книбиса тоже существуют хорошие лыжные трассы, 2 километра и еще 1,5 километра, то есть где-то 3,5-4 километра. А также есть хорошие спуски, где можно покататься и на санках, и на лыжах. Счастливо вам отдохнуть, всего доброго!